Приветствую вас, и проблема видится мне немножечко под другим углом, потому что вот вы описали, да, что молодой человек вначале проявлял к вам очень много внимания, молодой человек вначале прямо-таки был самой любезностью с вами, а потом просто-напросто перестал обращать на вас внимание. Это свидетельствует о том, что изначально молодой человек не планировал ничего серьезного с вами. Это свидетельствует о том, что вы склонны воспринимать не то, что есть на самом деле, а скорее выдавать все желаемое за действительное, то есть его вот моменты, его поведение вы восприняли за чистую монету. А тот факт, что за одну встречу с ним вы уже довольно сильно к нему привязались, и за одну встречу вы как бы почувствовали, что все, это ваш человек. Вы так переживаете за того, что он с вами поступил определенным образом, хотя и сначально он ведь вам вроде бы как ничего не обещал, ну кроме только того, что будет встречаться, будет проводить время и так далее. Но вы понимаете, дело-то ведь в чем? Ведь дело в том, что... Дело в том, что мужчина, парень, вам не знаком, ну изначально. И тот факт, что он вам не знаком, говорит скорее о том, что ему нельзя вот так вот сразу верить. А вы, к сожалению, это сделали. И в этом ваша большая проблема. А теперь давайте подумаем. А почему вы поверили? Вот почему вы так сильно, ну скажем так... Почему вы так сильно к нему привязались сразу? С чем это обусловлено? Вот я думаю, что скорее всего вы переживаете уже давно по поводу того, что у вас нет отношений. Вы очень, очень тактично об этом сказали в самом конце своего сообщения. Вот я, значит, цитирую. Дело обстоит так, что это не первый случай, а у меня никогда не было серьезных отношений. Я даже ни с кем не встречался. Значит, по какой-то причине вы молодых людей отталкиваете? По каким-то причинам вы не являетесь для них серьезным партнером, которого бы они добивались. И, возможно, это связано с тем, как и заметил мой коллега. Это связано с тем, что вы как раз таки делаете то, что хочет мужчин. То есть вы не отстаиваете свою точку зрения, вы не отстаиваете свою позицию, вы поддаетесь на уговоры и на то, что хочет от вас парень. А на парне это означает, что вы доступны, а доступнее женщинам и мужчинам не интересуют. То есть вам нужно проявлять побольше упорства, проявлять побольше уверенности в себе, больше независимости. Это, наверное, даже самое главное. Независимость и уверенность в себе. А почему вы этого не делаете? Наверное, потому что изначально этой уверенности у вас нет. А почему у вас изначально этой уверенности нет? Потому что нету, как бы сказать, четкого образа женского поведения. Обычно его задают родители, но, видимо, вам родители не смогли донести такой достойный образ женского поведения. Из-за этого вы испытываете проблемы с общением с мужчинами. Из-за этого вы не очень хорошо знаете, как себя вести с ними. Вот как раз таки об этом и нужно с вами поговорим. Вам нужно для себя определить, а какой образ женского поведения вы хотели бы принять? Точнее, какой образ женского поведения вы хотите для себя взять? Какой женщиной вы хотите быть? Какой вы себя видите? Вот к этому и нужно стремиться. Если не знаете, то можно взять готовый образ женского поведения, который есть. То есть тут надо ориентироваться на тех, кто вам нравится, на всяких слез, актрис и так далее. И брать у них образ женского поведения. Ну и вести себя соответствующим образом, конечно же. Но не до конца. Не до конца. Что-то обязательно вы возьмете, что-то вы не возьмете, что-то вы не примете. То есть важно доверять своим эмоциям и призываниям. Это желание. Вот, например, вам мужчина предложил выпить. Вы выпили. Почему вы выпили? Потому что хотите? Потому что хотели выпить? Или это было не ваше желание? Это было желание мужчины? То есть давайте вот этот момент определить для себя. Если желание было все-таки не ваше, то тогда мне бы хотелось, мне бы очень хотелось спросить вас, а почему вы не доверяете своим эмоциям? В таком случае, если у вас этого доверия нет, можно говорить о необходимости личностного роста. Можно говорить о необходимости личностного развития. Об осваивании культурных ценностей. О проработке и выработке независимости. О ненуждаемости в мужчинах как в самоцеле. О занятии соответствующей деятельности, о хобби. О позиционировании себя не как человека, который хочет быть в отношениях, да, и который желает, который там согласен на все, что, допустим, угодно. Или сразу согласен на какие-то вещи. А именно все-таки как независимый человек, который знает, чего он хочет и не готов поступаться определенными принципами. Понимаете? Все это достаточно, ну, я бы не сказал прям длительная, но серьезная работа. Все это очень серьезная работа. И если вы хотите, чтобы вот не было у вас таких истерик, не было таких переживаний, нужно понять, во-первых, что не стоит ждать от мужчины, ну, не только от именно этого мужчины, а вообще от людей. Каких-то последовательных действий, если вы встречаетесь с ними под алкоголь, там, в компании и так далее сразу. Нельзя так доверять слепо людям. А если вы доверяете слепо людям, значит, вы руководствуете своими желаниями, которые пытаетесь говорить за счет них. А это неправильно. Потому что это растает в зависимости. Ту самую, о которой я вам говорю. Ту самую, о которой я вам сейчас и, ну, как бы, повествую. Вот так. И для чего вы спрашиваете сделал это молодой человек? Почему так поступил? А он никак не поступил. Он провел с вами время. Составил его впечатление. И все. Но вы ему не приглянулись. Ну и что? Возможно, он знал, что вы уезжаете. Возможно, он знал, что вы только здесь, поеду, отдыхаете. И не захотелось встречаться с вами на расстоянии. И вы сами, наверное, понимаете, что вы уедете и на расстоянии, может быть, не встречаться, что было бы еще хуже и еще мучительно. А так, вообще, нужно анализировать ваш неудачный опыт общения с мужчинами. Потому что, если это не первый раз, то именно первого и второго раза в совокупности есть образование как система. И вы уже, как бы, стремясь избежать определенных негативных последствий, теперь не особенно сами же их опрождают. Вот, я думаю, что именно так можно вам помочь. То есть, это работа над вашим женским поведением, это проработка неуверенности в себе, комплексов, формирование у вас независимости, формирование у вас самоуважения, формирование у вас достойной самооценки, формирование, собственно говоря, женского поведения, личностный рост. И правильную ориентацию на поведение мужчин. То есть, ориентацию, я имею ввиду, место, где вы встречаетесь с мужчинами, желательно выбирать серьезное. То есть, не клуб, да, в компании с алкогольма, а все-таки место, где люди действительно осознанные, серьезные, которые, ну, просто вот так вот время проводить, как бы, безответственно не будут. И понять, что плачете вы именно потому, что вы не получили то, чего вы хотите. Плачете вы потому, что вы чувствуете себя униженной, чувствуете себя ненужной и так далее. Но это ваша проблема, это не проблема молодого человека. А вот это проблема, потому что вы изначально чувствуете именно это. Вы сомневаетесь в своей нудности, сомневаетесь в своей самооценке, сомневаетесь в своей привлекательности. И, возможно, на этого мужчину вы возлагали надежды по борьбе с этими своими сомнениями. Проблема в том, что мужчина, да и вообще любой человек, не может выступать в качестве средств. В качестве средств человек выступать не может. Он выступает только в качестве самого цели. И эта самая цель, самоцель, для вас представляется в таком виде. Мужчина хочет проводить с вами время, а лично вы проводите с ним время, потому что знаете, что вы можете сделать его чуть-чуть счастливее. Мужчина не хочет, начнет с вами не счастливее. И вы его отпускаете. А вы убиваете, потому что вас чем-то обделили. Вам чего-то не дали. Вот над тем, чего вам не дали, и нужно работать, чтобы получать это напрямую, не через людей. И чтобы в отношениях выступать, будучи недавистыми, не переживать так по поводу того, если какой-то мужчина вас, образно говоря, не оценил. Потому что мужчин, мужчин много, и мало из них кто... Ну, бывает так, что мужчины просто не способны оценить девушку, которая перед ними. Вот и все. То есть относиться вам нужно к этому именно так. Мужчина, если он не хотел с вами встречаться, значит понял, что не потянет, понял, что не сдюжит, и он просто вас не достоит. А зачем убиваться под мужчине, который вас не достоит? Это ниже вашего достоинства. А если вы это делаете, значит достоинство достаточно низко. Вот его нужно повышать. Как я вам, в принципе, сказал. На этом все. Надеюсь, вам помог. И если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.